Приветствую коллеги, это аналитика валютных рынков и торговые деятельности. Я Артур Идиатолин. Сегодня понедельник и рынки сегодня отыгрывают пятничный отчет Nonfarm Payrolls. Это отчет по рынку труда в США, который был публикован в прошлую пятницу. Он показал, как у нас изменилось безработица, как у нас изменилось число рабочих мест и оплату труда в США за апрель. Он стал действительно большой неожиданностью для валютных и долговых рынков. Если посмотреть, что у нас были за актуальные значения, как они отличались от прогноза, видна следующая ситуация. Актуальное значение роста рабочих мест у нас составило 266 тысяч, практически втрое меньше прогноза. Уровень безработицы очень неожиданно появился, он вырос. Хотя последовательно все отчеты несколько месяцев, месяцев 6-7, ни разу не было такого, чтобы безработица показала негативный сюрприз. Постоянно она была лучше ожиданий. И, собственно, так как у нас есть экономисты, которые предсказывают, как у нас поведет себя рынок труда, нужно также посмотреть в рамках их прогнозов данное значение, то, что вообще. Собственно, из более 50 опрошенных экономистов Bloomberg, лишь двое из них предсказывали значение меньше 800 тысяч. Все остальные у них прогнозы варьировались. Там миллион, 900 тысяч и так далее. То есть даже самые пессимистичные оценки, они были мимо. Они оказались несостоятельными, потому что вот такое вот значение. Конечно же, такой отчет, он не мог не спровоцировать рыночные реакции. И по всем классам активов мы увидели какие-то движения. В частности, если мы рассматриваем индекс доллара, была вот такая вот реакция на отчете. Он вышел, индекс доллара у нас получается, за вот этот диапазон, который достаточно долгое время находился, около трех недель. Причем он уверенно ушел ниже и сейчас тестирует уровень в 90 пунктов. Причем, скорее всего, он его пробьет, потому что у нас кардинальный сдвиг по ожиданиям произошел. А именно, у нас, если вы помните, до релиза отчета, инвесторы, в частности, на долговом рынке, они все ждали от ФРС намека, что регулятор начнет раннее сворачивание стимулов. В частности, начнет сокращать объемы количественного смягчения, программы количественного смягчения. От этого ждали, от ФРС ждали, собственно, заявление об этом на июньском заседании. И вот, собственно, вчерашний отчет, он положил конец вообще вот этим надеждам, слухам, которые были относительно вот этого июньского заседания ФРС. То, что при таком росте рабочих мест, да, который не только прогноз не удовлетворил, а намного меньше прогноза оказалось, у ФРС появляется надежное оправдание, этот статус-кво в отношении низких ставок и КУЕ поддерживать, да, говорить, что мы вам сказали, что ставки не будут повышаться длительное время, мы не будем менять КУЕ. Собственно, сейчас вера в это укрепляется после вот такого вот отчета. Собственно, на долговых рынках у нас произошли соответствующие перемены. Доходность у нас, реальная доходность в США, она у нас снизилась. Сейчас мы будем разбирать, что это значит. В целом, если рассматривать гарантии низких ставок ФРС, плюс инфляцию, которая у нас есть сейчас на сырьевых рынках, которая может сейчас распространиться дальше на конечные цены, это все означает, что инфляционные риски для долгового рынка, они сейчас снова будут очень актуальными. И сейчас банды у нас опять будут отыгрывать какие-то новые инфляционные риски. Потому что ФРС держит ставку на низком уровне, с другой стороны идет у нас волна инфляции и сдержек за счет вот этой сырьевой инфляции мощной, которая у нас наблюдается. Собственно, вот эту сырьевую инфляцию очень хорошо показывает следующая картина. Это у нас фьючерсы на железную руду. Вот такой вот у нас проболический рост с апреля происходит. И если мы, собственно, посмотрим чуть ближе, возьмем таймфрейм, у нас в понедельник произошел вот такой вот гэп плюс 8% еще дополнительно. И понятное дело, да, это у нас основной металл, который в строительстве используется, в промышленности используется. И если вот по нему мы видим вот такой вот рост, плюс 7, плюс 8% в день, постепенно, постепенно эта инфляция в сырье, рост цен, она постепенно будет просачиваться по производственной цепи, будет выше и выше идти и дойдет до конечных цен. Все это солит более высокую инфляцию. И рынки сейчас, естественно, склонны закладывать ускорение инфляции, которое будет проистекать из инфляции издержек. То есть из роста ценной энергоресурсы, из роста ценной основной металлы, которые используются в строительстве, в промышленности и так далее. Это все у нас будет, это все будет проводить к инфляции. И она проистекает у нас именно из инфляции издержек. Естественно, дороговые рынки об этом обеспокоены. И мы, собственно, видим это из следующей картины. Это у нас инфляционное ожидание, рыночное инфляционное ожидание на 10 лет вперед. Рассчитываются они как доходность между 10-летними казначейскими облигациями обычными минус доходность защищенных от инфляции 10-летних казначейскими облигациями. Понятный день, разница в доходности будет составлять вот эту премию, которую готовы платить участники рынка для того, чтобы защититься от инфляции. Вот, собственно, это премия, это вот этот график, который мы сами сейчас видим. Он у нас вот здесь обновил, получается новый максимум. Составляет он сейчас 2.49, был 2.45, после отчета стало 2.49. Лезет вверх у нас рыночное ожидание инфляции на рынке. Все это происходит потому, что, еще раз, ФРС у нас после такого отчета еще больше укрепится в своей терпеливой позиции по отношению к КУЕ и низким ставкам. С другой стороны, у нас есть вот эта инфляция издержек, которая в конечном итоге вылится в инфляцию конечных цен. Сейчас это рынки склонны заранее закладывать долговые, поэтому видим продолжающееся увеличение инфляционных ожиданий. Все это говорит нам о том, что если у нас растет инфляционное ожидание, реальная процентная ставка, то бишь номинальная ставка минус инфляционное ожидание, она у нас будет дальше снижаться. И, конечно же, для доллара это перспективы такие себе, потому что если инвесторы видят, что реальная доходность, которую они получают по долговым инструментам в США, она все хуже и хуже, все менее привлекательнее, то будет стимул что делать? Будет стимул искать доходность либо за рубежом, либо в альтернативных классах активов. Альтернативные классы активов, это у нас акции, зарубежные банды, это у нас Европа, Великобритания и так далее. Собственно, в первом случае, это у нас будет, вот эта динамика, она у нас будет вызывать дальше пузырь на фондовом рынке, потому что, опять же, переток в альтернативный класс активов, потому что все хуже и хуже в бандах реальной доходности, все меньше и меньше. Плюс, плюс это будут обосновываться валютные потоки. В валютные потоки именно из американских активов, да, инвесторы бегут, стремятся в активы, которые находятся вне США, банды, которые находятся вне США, и это сопровождается тем, что выходит из американских активов, покупают, обменивают доллары на иностранную валюту, это все вызывает давление на американский доллар. Все это, все это рынки у нас склонны учитывать заранее, поэтому мы, собственно, видим, у нас поиски 500 новый максимум вот здесь, закрылся он около нового максимума, там 4234 что-либо, вот 4232 он закрылся. Сегодня у нас также такая расслабленная, спокойная динамика, ничего не предвещает беды, ну почему, понятно, да, дело в рынке фондовые получили желанную, самую, что на есть благоприятную комбинацию из экономических условий, низкие ставки ФРС, то есть дешевая ликвидность, гарантии, что она продолжится долго, плюс более-менее умеренные перспективы роста, нет рисков того, что медным тазом экономика накроется и нужно будет бежать из рисковых активов. Здесь с одной стороны низкие ставки, с другой стороны низкие риски по экономике, что еще нужно для роста. Все складывается так, как это необходимо, поэтому мы видим вот такую расслабленную динамику вверх, дальнейшее покорение максимумов, но я думаю, это будет продолжаться, как бы нет причин сейчас рассчитывать на какую-то коррекцию, потому что все складывается в пользу роста. По крайней мере, два основных факторов, мы с вами убедились, да, что они на руку будут фондовым инвесторам играть. Что касается валютной динамики, мы вот видим, естественно, обрушение доллара, так как ситуация с реальными ставками в США становится все менее-менее привлекательной, стимулирует, так сказать, доходность за рубежом. Собственно, мы видим по основным валютным парам вот такую динамику, где они укрепились против американского доллара, и они, скорее всего, будут продолжать у нас динамику, движение дальнейшее наверх, это в сторону прошлых максимумов, здесь это у нас получается был уровень 1.20, давайте посмотрим, 1.23, кажется, это было. Да, это был у нас уровень 1.23, вот здесь. Мы, значит, будем двигаться дальше к этой цели, и это все как раз таки обусловлено тем, что доходность, поиск доходности будет осуществляться инвесторами, прежде всего, вне США, в других активах, в европейских, в Великобритании и так далее. Все это будет там происходить, и это все будет обусловливать движение валютных потоков, которое будет не в пользу доллара. Поэтому рассчитываем, на мой взгляд, на дальнейшее укрепление оппонентов доллар против него, соответственно, по американскому доллару. Я вижу дальнейшее снижение вниз, так как мы пробили вот этот диапазон, о котором мы с вами говорим. Мы пробили вот этот диапазон, мы шли ниже, и, собственно, следующая отметка – это 89.68 по индексу. Это один из предыдущих меню. Там мы будем искать хоть какое-то сопротивление. Пока движение вниз на вот этом моментуме, пока рынки учтут вот этот non-farm pay rose, пока вот сейчас вот ситуация с инфляцией на долговом рынке, пока она вот достигнет своего размаха всего, это все займет время, и валютный рынок будет это все реагировать, как мы уже с вами сейчас проанализировали. Реагировать будет именно негативно для американской валюты, на мой взгляд, по крайней мере. Поэтому рассчитывая на какие-то дальнейшие покупки оппонентов доллара, по евро-доллару, уровень 1.23 у нас, по фунту, который сейчас очень так неприятно сильно поднялся, вот здесь, да, какой-то крупный прям очень сильный закуп сейчас происходит. Конечно, вот после таких движений, когда особенно моментом выходит на действительно очень экстремальные уровни, покупать, конечно же, как-то рискованно. Сейчас все это понимают, поэтому мы ждем какого-то движения резкого вниз, сюда, да, допустим, на уровень 1.41 примерно, и уже отсюда как-то рассматриваем какие-то покупки, можно дождаться чуть ниже, уровень 1.40.50, дождаться сюда и уже затем заходить вверх, потому что, ну, не очень комфортно, на самом деле, даже в среднесрочной покупке, по перспективной, на перспективном тренде вставать вот после таких движений. Хочется, конечно, дождаться более каких-то умеренных комфортных значений, поэтому давайте вот будем ждать. Но в целом, в целом, вот ситуация обстоит так. Еще раз, да, резюмирую. Отчет Non-Farm Pay Rows, он обеспечил ФРС, вот этот статус кво, то есть непоколебимую позицию по низким ставкам и по количественным значениям. То есть теперь им никто не может предъявить за то, что они никак не корректируют политику в ответ на усиление экономики. А усиление этой экономики, оно вот такое вот, сомнительное, как показала очень много парка Rows. Поэтому меньше претензий к их сейчас политике. Это вот мы с вами обсудили. Второй момент. Это сырьевая инфляция, которая сейчас особенно хорошо прослеживается в цене на фьючерсы, на железную руду, да, которые растут такими темпами. Вот это нужно понимать. Вот у нас до вот этих моментов, которые будут обуславливать снижение реальной ставки в США. Ниже реальная ставка, ниже привлекательность держать там, соответственно, свой капитал, свои деньги. Это будет стимулировать поиск доходности, скорее всего, за рубежом, где более привлекательные, более привлекательные комбинации из политики ЦБ и из инфляционных ожиданий, да, которые там есть. Это вот будет обуславливать дальнейшее надувание пузыря нашего любимого на фонда RENK и давление на американскую валюту. Вот это нужно понимать. Вот, собственно, об этом я вам сегодня хотел рассказать. Если у вас остались какие-то вопросы или комментарии, вы можете всегда задать их под видео. Я буду рад включиться в беседу, обсудить это с вами. Остались какие-то, да, по вопросам и комментариям я уже заявил. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, если вам понравилось это видео, если вы считаете его интересным. Подписывайтесь, не забывайте подписываться, если вы хотите видеть новые выпуски данной программы. На этом я завершаю свой обзор. Всего доброго, друзья, торгуйте профи.